Мир, в котором мы живем, порой нам кажется очень знакомым, понятным, известным, а порой совершенно непонятным, удивляющим, поражающим. И так потрясающим наш интеллект, что мы не можем сообразить, каково же место наше в этом мире. Этой темой мы продолжаем разговор, который я начал в своей книжке под названием «Завет темных веков». Вот эта книга, ее можно заказать на сайте издательства «Книжный мир». Его легко найти любым поисковиком или посмотреть в электронных книжных магазинах, где также эту книгу легко найти. Одну из тем я сейчас обдумываю дальше и предлагаю свои размышления для вас. Когда люди знакомятся с материалами, связанными с освоением космоса, они должны вроде бы прийти к мысли, что космос абсолютно недоступен. Его масштабы таковы, что человеку в космосе не предусмотрено. Дай Бог выжить на этой Земле в рамках той узенькой пленочки биосферы, которая позволяет человеку существовать. В космосе человек уязвим, расстояния космические невообразимы, массы, которые присутствуют в космосе, совершенно несопоставимы с человеческими возможностями. Энергия такова, что ее никаким образом не обуздать. Тот далекий космос, который мы видим собственными глазами, для нас совершенно недоступен. И доказательством этого является успех космического аппарата Voyager 1, который был запущен еще в 1977 году. И сейчас находится примерно в 23 миллиардах километрах от Земли или от Солнечной системы. В общем, все равно, как считать, до ближайшей звезды ему лететь еще, сколько бы вы подумали, 40 тысяч лет. На этом расстоянии Солнечная система фиксируется только как объект, воспринимаемый оптическими приборами. Солнечный ветер, который обычно фиксируется в рамках Солнечной системы, уже на этом расстоянии не заметен. Но зато там, можно сказать, дуют ветры межгалактические, потоки межгалактических частиц. Они регистрируются, и кое-какую информацию Voyager все еще продолжает посылать на Землю. Но уже понятно, что то пространство, которое он будет и в дальнейшем преодолевать, совершенно однородно. Оно не постоянно по своим свойствам, но если усреднять эти свойства, оно совершенно однородно. И будет таковым всю историю человечества, которую мы можем мыслить себе. Заглядываясь на космос, мы можем мечтать о чем угодно, придумывать любые космические фэнтези. Но там, в небесах, прямо начертано, оставь надежду, всяк сюда входящий. И мы должны смириться с тем, что никогда не будет освоена Луна, там не будет постоянных поселений. На Марсе человек может побывать, но это совершенно ни к чему. Ничего он там не увидит и не найдет, что вызвало бы жгучее любопытство и смысла в полетах на ближайшие планеты. Нет, автоматические станции могут летать, но информации, которая могла бы нас действительно заинтересовать и оказаться полезной для нашей собственной жизни, мы там наверняка не найдем. То есть путь в космос – это не путь к другим планетам, к другим звездам. Эти пути, если и есть, то они проходят не там, куда запускаются космические аппараты. О масштабах космоса можно судить по замечательному изобретению, межгалактическому симулятору, когда вы как будто бы летите на космическом корабле и пытаетесь облететь весь видимый нами космос, не только видимый глазами, но и видимый приборами. Если вы на этом симуляторе устанавливаете скорость света для своего воображаемого космического корабля, то вы годами можете наблюдать одну и ту же картину. И для того, чтобы всерьез вот так облететь воображаемый космос, приходится увеличивать скорость до такой, которая, как считают физики, не существует. До сотен, тысяч, сотен тысяч и даже миллиардов скоростей света. Тогда вы сможете примерно осмотреть этот объем и соотнести положение одних звезд относительно других. Это значит, что космос абсолютно недоступен. Он наблюдаем, но он недоступен. Мы не можем приблизиться так, чтобы сделать космос своим личным пространством, дотронуться до него. Наблюдаем только со стороны, воздействовать никак не можем, зато космос может воздействовать на нас, и мы предвкушаем, пусть даже в отдаленном будущем, катастрофы, которые закончат существование человечества. Но все это картина мира, созданная для скучной однородной материи и скучного однородного пространства. Если электрон также исчерпаем, как и атом, то исчерпаем и космос для наших наблюдений, и значит понимание его возможно. Для человечества объемы знания кажутся безграничными, и это актуальная бесконечность. Может быть единственная, которая существует в нашем восприятии, но и материя конечна, и Вселенная конечна, и дробность вещества, к которому мы можем прикоснуться, так же конечна. Поэтому так же, как весь океан отражается в одной капле, так и вся Вселенная отражается в любой ее точке. Это не имеет никакого отношения к кротовым норам, которые будто бы обеспечат когда-то в отдаленном будущем путешествие из одной точки пространства в другую, то, что нам сейчас абсолютно недоступно. Это означает, что отдаленный космос мы можем найти прямо здесь, исследуя то пространство, которое нам доступно. При этом мы должны понимать, что ценность материи для мироздания разная. И материя, которая облекает нашу душу, наше духовное состояние, наш интеллект, гораздо ценнее, чем материя какой-нибудь отдаленной звезды, будь ее масса совершенно невообразимой. Для чего-то создателю, творцу или мировому разуму, если кому-то угодно мыслить в таких категориях, было угодно создать Вселенную, способную к самопознанию. И человек является вот той самой формой материи, которая всю остальную материю может вместить в свои мозги, может ее познать и упростить ее от простого описания того, что мы наблюдаем, перевода того, что мы видим в слова, до закономерностей, которые уплотняют информацию до того, что в одной формуле может оказаться то, что правит всем миром. Наверное, такой единственной формулы нет, но есть наука, которая собирает такие уплотняющие информацию закономерностей. И все это мы можем узнавать и видеть там, где живем, а не там, куда собираемся добраться через какие-то немыслимые тысячелетия, когда будто бы у нас в руках окажутся такие технические возможности, чтобы можно было построить космические корабли, летающие на невообразимые сегодня расстояния. Невозможное оказывается возможным, когда мы подключаем к своему интеллекту религиозный опыт, и когда мы слушаем Спасителя, который говорит, «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный», то есть становитесь сотворцами Вселенной. Вселенные мы можем создавать прямо здесь, у себя, на Земле, не выходя ни в отдаленный, ни даже в ближний космос. Тем не менее, это требует определенной социальной организации, до которой действительно еще очень далеко. И пока человеческий эгоизм раздирает тот совокупный интеллект, который мог бы преодолеть многие проблемы, стоящие перед наукой, мы, конечно, не добьемся существенных результатов и будем видеть на своей собственной планете бесконечные распри, бесконечную войну эгоизмов. Внимательные наблюдатели уже заметили, что прогресс науки исчерпался. Может быть, последний всплеск этой науки, который убивает интеллект и нравственность человека, это мобильные устройства, на которых чем примитивнее, чем проще, чем пошлее поток информации, тем он кажется привлекательней. И человеческий интеллект измельчается и направляется в сторону от тех задач, которые поставил перед ним Творец. Нам кажется, что язык природы или непознаваем, или настолько сложен, что может расшифровываться только лишь в какой-то малой части. Электрон не исчерпаем, как и атом. Как говорил один весьма слабый философ и весьма подлый политик, но можно сказать прямо противоположное. Электрон также исчерпаем, как и атом. И набор тех символов, с помощью которых мы можем осваивать природу, достаточно ограничен. Мы можем все, что мы знаем и понимаем, в форме текстовой записи передать другим, и это будет понято. Может быть не сразу, целиком и полностью, но тем не менее это тот самый путь к пониманию. Всего-то небольшой набор букв и не очень большой набор слов. Плюс грамматика. Вот то, что продвигает нас к взаимопониманию, к описанию всего, что мы можем освоить своим интеллектом. Не говоря уже о том, что вся наследственность, как мы знаем, вроде бы это такая сложная материя, определяется набором и определенным порядком всего четырех аминокислот. Это говорит нам о том, что количество объектов для исследования в природе очень невелико. Они все могут быть зафиксированы, бесконечности здесь нет никаких ровным счетом. Но они выстраиваются в сложные конструкции. Гораздо важнее архитектура вот этих первичных объектов исследования, до которых мы когда-нибудь доберемся. Их набор очень незначителен, а структуры очень разнообразны. Как я уже сказал, никакой бесконечности нет, но мы можем представить себе актуальную бесконечность. Актуальной для нас бесконечностью было бы, например, продление жизни до тысячи лет. Нам бы показалось, что этот срок невообразим, и нам толком нечем его заполнить, потому что мы свое существование рассматриваем в масштабах нескольких десятилетий, а не нескольких столетий. И если такая возможность откроется, мы не знаем, что с ней делать. Возможно, при таком открытии общество человеческое вообще разрушится, и интеллект прекратит работать. В этом опасность всех фантазий о бесконечности и фантазий, о несбыточном, которые радикально изменяют тот мир, который мы привыкли вокруг себя видеть. Весь технический прогресс, все улучшение жизни человека замыкается на научные достижения, а вовсе не на изобретение каких-то там рыночных механизмов или денежных потоков, бирж и так далее. Технический прогресс возникает только, исключительно из науки, и только этот прогресс изменяет наше существование в лучшую сторону. Понимание этого должно приводить к особому статусу науки в обществе, которого сейчас нет даже рядом. Тот самый ничтожный интеллектуальный слой, который создает техническую цивилизацию, в рамках которой мы живем, может исчезнуть в одночасье в результате какого-то внешне очень незначительного социального катаклизма. Сейчас мы наблюдаем именно этот процесс, истончение и постепенное исчезновение того слоя, который создает и держит на своих плечах нашу цивилизацию. Общая доступность информации привела к тому, что ученые вынуждены замыкаться в своих узких творческих коллективах и не оспаривать глупца, которому теперь доступна любая информация, достоверная или нет, и он сам может делать выбор, сам судить и сам определять, что является истинным, что является верным. Статус ученика в нынешнем глобальном информационном мире исчезает, и это означает, что статус знатока своего дела, статус эксперта больше не ценится обществом и на наших глазах погибает. Это значит, что следующая стадия исчезновения науки как таковой. Спасение можно увидеть только в какой-то иной форме консолидации общества. И оно ни в коей мере не может быть народным, не может основываться на народовластии, ибо это будет означать, что глупцы руководят тем, чем должны руководить знатоки. Сейчас мы видим ровно такие общества всюду, везде, в европейских государствах, в России, в Соединенных Штатах. Все то, что называется западным миром или христианским миром, приходит к кризису цивилизации, потому что идеи демократии, либеральных свобод, народовластия стали доминирующими, и знаток-учитель уравнялся со своим потенциальным учеником, который теперь уже не хочет ничему учиться, он хочет только обладать всеми богатствами окружающего его мира, владеть тем, чем владеют и остальные. И этот безбрежный эгоизм может уничтожить нашу цивилизацию, нам надо стремиться к тому, чтобы мы приближались к Богу, к своему Творцу, и тогда будем сближаться между собой, понимая, что кому-то дано большее в познании природы и в познании человечества и перспектив его развития, кому-то дано быть ученым, кому-то дано быть учеником, кому-то дано просто поддерживать всеобщий прогресс какими-то служебными функциями. Это не означает, что одни люди хуже других. Но у каждого есть своя функция, у каждого есть своя собственная судьба, у каждого есть свои данные от Бога, пусть кто-то скажет, от природы, способности. И все это должно уложиться в какую-то новую социальную систему, для которой космос будет открыт здесь, прямо рядом с нами, а не рассматриваться как нечто отдаленное, о чем можно только мечтать. Слава Богу, мы еще живы, слава Богу, цивилизация еще не закончилась, и у нас есть шанс, собравшись вокруг Божественной истины, постигать те истины, которые Божеством для нас открыты. КОНЕЦ